Торгово-промышленная палата организована бизнес-встреча с участием деловых кругов Узбекистана и Китайской Народной Республики. На ней был презентован потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны были единодушны во мнении, что сегодня отношения между Узбекистаном и Китаем вышли на новый уровень развития и охватывают не только политическое и торгово-экономическое сотрудничество, но и научно-техническую и культурно-гуманитарную сферы. Динамику роста подтверждает и ежегодное увеличение двустороннего товарооборота. Созданный в вашей республике благоприятный деловой климат определяет привлекательность вложения инвестиций в экономику Узбекистана. В составе нашей делегации представители свыше 20 китайских компаний. Основные направления их деятельности – оказание медицинских услуг и производство медоборудования, текстильных изделий, недвижимость и логистика. Есть все основания полагать, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным. Мы пригласили сюда порядка 40 компаний. Я имею в виду только город Ташкент. Мы хотели посмотреть, насколько приемлемы проекты, представленные нашими китайскими партнерами. Нам важно увидеть, что конкретно предложит китайская сторона. Дело в том, что сегодня наши узбекские компании, с учетом тех больших изменений, которые происходят в нашей стране, я имею в виду конвертацию, я имею в виду отмена оптовых лицензий, кредитная политика – достаточно такой серьезный инструментарий, который им дает возможность для самореализации. Нам важно увидеть и то, что происходит в Китае в таких новых сегментах. Я имею в виду нанотехнологии, там, скажем, 5G. То есть и наши узбекские компании это сегодня интересуют. Китайские партнеры проявили интерес к экспортному потенциалу пищевой, текстильной и кожевинобовной отрасли Узбекистана, представили инвестиционные проекты и рассказали о перспективах двустороннего сотрудничества. Свидетельством обоюдного делового настроя стали документы, подписанные узбекскими и китайскими партнерами. В частности, меморандумы сотрудничества между подкомитетом города Сянь, Комитетом по содействию международной торговли КНР и территориальным управлением торговой промышленной палаты Ташкента. Предметный разговор продолжился в формате прошедших в тот же день переговоров.